Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии я, Мария Журавлёва. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский учёный стал самым молодым кандидатом наук. В Казани подошёл к концу курс лекций от профессора из Имперского колледжа Лондона. В музее Николая Ловачевского обсудили межмузейное партнёрство. О том, что произошло в Казанском федеральном университете, подробнее в следующем сюжете. 28 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов MBA для выпускников высшей школы бизнеса. На церемонии присутствовали те, кто не побоялся вносить за парты и пройти двухлетнее обучение по программе MBA. Дипломы вручали ректор КФУ Ильшат Гафуров и генеральный директор связи Инвестихим Валерий Сорокин. Напомним, MBA – это программа бизнес-образования, созданная для получения практических навыков в сфере менеджмента, а также ведения бизнеса. 26 февраля Диссертационный совет Института органической и физической химии имени Александра Арбузова единогласно присудил ученую степень кандидата наук по специальности физическая химия ассистенту кафедры физической химии Михаилу Ягофарову. Он стал самым молодым кандидатом наук в Российской Федерации. Михаил Ягофаров еще не окончил университет, но уже в свои 22 года он защитил кандидатскую диссертацию. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. Учащийся лицея имени Лобачевского Казанского Федерального Университета Ильдар Гайнулин стал абсолютным победителем Международной Олимпиады по информатике и на ПолисОпен. Он набрал 500 баллов из 500 возможных. К слову, Олимпиада проходила одновременно в 10 разных странах, среди которых была Россия, Украина, Белоруссия и Китай. Всего в ней переняли участие 245 школьников. 15 магистрантов Казанского Федерального Университета стали стипендиатами благотворительного фонда Владимира Потанина. Они будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей, начиная с февраля 2020 года и до окончания обучения магистратуре. Почетное звание заслуженной работника высшей школы присвоено директору Института филологии и межкультурной коммуникации Радифу Замаледдинову. Он был отмечен за значительные успехи в области совершенствования образовательного научного процесса и подготовки квалифицированных педагогических и филологических кадров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 27 февраля 2020 года. В Научно-образовательном центре теологии Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета состоялась Всероссийская научная конференция о молодых ученых «Религия наука. Трансформация религиозности в модернизирующемся обществе», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к участникам конференции выступил директор Института социально-философских наук и массовой коммуникации КФУ Михаил Челкунов. Программа конференции включала в себя круглый стол, Великая Отечественная война в религиозном контексте, модерные государства, религия, международные вооруженные конфликты 1940-х годов, а также работы по четырем различным секциям. 27 февраля в Музее истории главного здания Казанского федерального университета прозвучали композиции немецкого композитора Иоганесса Брамса в исполнении студентов Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Любой желающий мог прийти и послушать композиции Брамса, которые были исполнены музыкантами на фортепиано, скрипке, арфе и виолончели. Нас любезно приютили в Музее истории Казанского университета. Это уже не первый опыт сотрудничества студентов Казанской ассерватории. Здесь очень хорошая акустика, безумно красивый зал, по-моему, и очень воспитанный и знающий публика, который разбирается в музыке. 28 февраля в Институте международных отношений прошла лекция, посвященная теме Киргызстана на евразийском пути. Подробнее в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла лекция, посвященная теме Киргызстана в Евразийском союзе. Выступал доцент Киргызско-российского славянского университета Павел Дядлинка. Для Киргызстана важен Евразийский союз по нескольким причинам. Евразийский союз создает возможности для системной модернизации страны за счет сотрудничества с другими странами, за счет новых стандартов, роста экспорта и импорта внутри Евразийского союза. Кроме того, Евразийский союз – это еще общеинформационно-культурное, гуманитарное пространство, образовательное, научное. То есть республика получает возможности для более тесного сотрудничества со странами Евразийского союза, которые и так нам близки. Он подробно раскрыл перспективы и проблемы Киргызской республики в Евразийском союзе, а также рассказал о том, как реагируют другие страны-организации на переменчивую ситуацию в Киргизии. В Казани подошел к концу курс лекции от профессора из Имперского колледжа Лондона Адрианы Полужня. О том, какие были темы лекции, подробнее в сюжете. 27 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла публичная лекция профессора из Имперского колледжа Лондона Адрианы Полужни. Лекция стала завершением программы научных слушаний об исследованиях в области возникновения трещин коллекторов. Сейчас нефть добывается из трещин, то есть если у нас пласт низкопроницаемый и в нем нет пустот, то нефти неоткуда добываться, поэтому создание трещин является одной из важных задач при разработке месторождений. И одна из известных технологий гидроразрыв пласта как раз базируется на образовании этих трещин. Помимо исследований о возникновении трещин, Адриана рассказала о работе различных геомеханических моделей в процессе моделирования, а также о том, какие усилия прикладывают специалисты нефтегазового сектора, чтобы уменьшить образование трещин в конструкции, которые все же появляются, несмотря на усилия специалистов. По ее словам, такая проблема очень актуальна в научном сообществе. Меня зовут Адриана Палусни, и я учусь в Лондоне, и я приехал несколько дней назад в Казан. Это было очень красиво, все были очень милые, и все, что мне было очень милые, и все, что есть отличное. Я очень впечатляющее с тем, что все эти инсталлы здесь в университете, и с дедакцией технических студентов. Я дала мне эту introduцию к резервуарам, и это, собственно, состоит из понимания того, как функциональные фракции работают, в субсорфах, и как они проводят флоу, и также в понимании того, как группы фракции работают, как они формуют, и как они проводят флоу. Курс обмена лекций между Казанским федеральным университетом и Имперским колледжем Лондона был реализован благодаря поддержке ПАО «НК Роснефть» и ПБ «Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед». С 2019 года у нас реализуется совместная программа двойных дипломов с Имперским колледжем Лондона. Эта программа у нас запустилась благодаря нашим партнерам компании «Роснефть» и «БП». И так получилось, что даже в то время, когда наши студенты обучаются в Казани, сюда к нам приезжают ведущие специалисты Империала. Казанский федеральный университет уже давно работает с компанией «ПБ». Вначале это были отдельные встречи, затем гранты на проведение исследований от компании. А год назад, благодаря трудам и усилиям сотрудников Института геологии и нефтегазовых технологий, Казанский федеральный университет стал базовым университетом компании «Роснефть». 27 февраля в музее Николая Лобачевского прошел научно-методический семинар, посвященный принципам и организационным механизмам сотрудничества между музеями. Подробности в следующем сюжете. Музей Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошел научно-методический семинар, посвященный принципам и организационным механизмам сотрудничества между музеями. Юлия Мацкевич, исполнительный директор фестиваля «Детские дни в Петербурге», выступила совместно с координатором проекта Натальей Яплонской. Мы, собственно, рассказываем о тех связях, о том опыте, который позволяет усилить личный опыт каждого музея за счет того, что возникают новые связи и новый опыт при общении с коллегами из других немножко сфер. Очень здорово, что у Казанского университета такие прекрасно выстроенные музейные пространства, которые одновременно являются учебными, одновременно являются мемориальными. Семинар носил познавательный характер. Участники дискуссии не только слушали и задавали вопросы по представленному материалу, но и прошли тренинг, в котором каждый присутствующий должен был представить экспозицию своего музея. Фестиваль дает опыт творческого семейного общения в музее. Мы хотим, чтобы подрастала то поколение таких музейных гурманов, которые понимают, что в музее и хорошо, и душевно, и полезно, и весело. Я хочу туда. Фестиваль детских дней в Петербурге помогает творческому и духовному сближению детей с родителями. Это еще одна возможность провести время с семьей. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok